Сейчас о других событиях более подробно. Глава Магнитогорска Сергей Бердников продолжает серию встреч с коллективами предприятий и организаций города. Очередными его собеседниками стали работники Треста «Водоканал». Тему продолжит Павел Зайцев. В начале встречи Сергей Бердников отметил, что рассматривает ее под двумя разными углами. Во-первых, как общение главы города с его жителями. Во-вторых, как общение сотрудников значимой организации со своим работодателем, поскольку «Водоканал» – предприятие муниципальное. И его работе городоначальник без сомнений поставил высокую оценку. Наш «Водоканал», я хочу сказать, великолепно работает. Я просто знаком с организацией, с результатами во многих городах по водоснабжению, водоотведению. Но я горд, горд, что вот нам с вами удается работать так, как мы работаем. Глава в общих чертах рассказал о том, как пройдет празднование 95-летия Магнитогорска и главного профессионального праздника города – Дня Металурга. Торжества начнутся в последние выходные июня масштабным мероприятием в парке Увечного огня, а завершатся уже во второй половине июля традиционно в арене Металург и вокруг нее. В течение трех недель запланирован целый ряд событий и как никогда большое количество локаций. Благо за последние годы Магнитогорск обрел немало новых мест для качественного отдыха. Вот мы не задумываемся, не оцениваем, они и есть, вот как по воде, но есть вода, и слава Богу. И не задаемся, а что это значит, что вода есть? А что это значит, что у нас нет интервалов отключения воды? Никто же не задается, а вы-то знаете, ведь это же серьезный титанический труд. Так и здесь. Мы вот создали столько сегодня с вами парков, скверов, но они есть, есть, и мы привыкли. А ведь вот смотрите, какие они, во-первых, великолепные, они все качественные, они все большие. Помимо больших парковых пространств, каждый год в городе реконструируется и облагораживается по несколько скверов. Ремонтируются объекты культуры, спортивные сооружения. Стремительными темпами идет и дорожное строительство. Причем на смену прежним подходам пришли новые. Ям у нас нигде нет, где мы не можем ремонтировать, мы пока временно меняем ямы, а так мы вообще от ямочного ремонта ушли, да, мы меняем большими картами, и это дает возможность очень длительный срок потом эксплуатировать. Расширяется инфраструктура в южной части города. Большому количеству поселков требуются свои дороги, школы, детские сады. Отдельный повод для гордости – общественный транспорт. Полностью обновлен трамвайный парк, запущены новые автобусные маршруты. Причем есть возможность целый час менять транспорт по одному и тому же билету. Общественный транспорт муниципальный в разы эффективнее, выгоднее для человека. То есть если правильно пользоваться, да еще и пересадками, то в среднем получается, да, так бы вы заплатили 100 рублей, а так заплатите 30. Многородская логистика по-прежнему остается для многих болезненной темой. Не случайно основные вопросы, заданные главе работниками водоканала, касались именно ее. Открыть дополнительно маршрут от Малжива и проезда Сиренево, который будет следовать по труда улицы Советской до вокзала. Все запросы и предложения зафиксированы, их целесообразность будет рассматриваться специалистами. Павел Сайцев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.